Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, несколько слов о том, что все же есть и негативные моменты, которые описывает глава Гневиле Всевышнего, сброд, то хотели мясо, то еще что-нибудь. Обратите внимание, вот мы все знаем, что дело, наше здоровье, там, наше все в руках Всевышнего, это люди понимают. Душа принадлежит ему, разум от него, пропитание от него. Все, да, но нам со своей стороны, да, необходимо приложить усилия, написано, что и благословит тебя Бог во всем, что будешь делать. То есть мы должны работать, да? Если мы действительно поймем это, то можем спросить себя, куда мы торопимся? Все ведь уже выделено, все работает. Если мы убежали из молитвы, там, на 10 минут раньше не пришли в Синогогу, потому что у нас бизнес, там, или еще что-то, почему так спешим и суетимся? Здесь тот же ход рассуждений, что не дай Богу сброда. Да, Всевышний посылает здоровье, покой, изобилие. Да, но может ли он поставить стол в пустыне? Сможет ли он послать пропитание всем, мясо дать нам, или перепелов? Или надо ему помочь выйти раньше, минут на 10, там, или, понимаете? Знаете, как один дворник говорит, там, я стал богатым, как Ротшильд. Ну, и как хорошо жена говорит, надо платить плавку. Причем плавка? Я уже еще больше, я как Ротшильд, такой же богатый, еще и дворник немножко. Поэтому у меня есть дополнительный доход. Вот примерно, да. Разве человек, который убегает из синагоги, там, или пораньше, чтобы не упустить своего покупателя, чтобы помочь Всевышнему прокормить себя, не похож на сброд на этого дворника? Ведь он полагается на Всевышнего в том, что касается жизни, здоровья, счастья, пропитания. А чем он поможет Всевышнему эти пять минут? Знаешь, как человек сел в машину, в автобус сел сзади, ему надо опаздывать. Он говорит, что же делать, как же мне помочь из Иерусалима в Тель-Авив быстрее попасть. Потом он понял, раз, пересел на переднее сиденье. Ну и что? Это мыслительная ловушка. Мы полагаемся на Всевышнему, когда речь идет о здоровье, счастье, семье. Молимся всеми, хотим, что вот это дай, да, да, да. Но, прилагая усилия, мы должны понять, что это только усилия. Есть еще один нюанс. Знаете, вот большая проблема, которая описывается в нашей недельной главе, люди отрываются от того, что было вначале. Вот уходят, там, вот у нас теперь тут все, или еще что-нибудь там произошло, или произойдет, начинают, не помнить, кем они были, что на самом деле. Была такая история про пастушка. Король однажды гулял по лесу, услышал потрясающий дивный мотив, попросил привезти человека, это был пастух, он был очарован его, ясно, голосом, поговорил с ним, очаровался еще и великолепными его мыслительными способностями. Отдал его в школу, там, обучили его, он постепенно начал двигаться, и вот он стал министром финансов в королевстве. И, конечно, его все ненавидели, ничего себе, выскочка такая, искали, как найти. И тут вот сказали, что вот воруют, есть комнатка такая во дворце, куда он никого не пускает. Донесли царю, царь пришел, все говорят, ну вот так и так, открывай. Он царь великий, царь, пожалуйста, не надо, ну, как не надо, открыли комнатку, смотрят, там лежит пустая комната, стоит стулы там, пастуши, дудочка, и одежда такая старая. Все, ты, что случилось, ты что, смотрит на нее? Он говорит, я объясню, великий царь, с того дня, когда ты забрал меня из леса, я начал служить во дворце, я был полон страха, я понимал, что увлекусь своим высоким положением, начну думать, что я действительно такой умный, что все мне принадлежит, и что я нахожусь здесь, или имею это не по явлению великого царя, а только потому, что я такой разумный. И вот я каждое утро, начинаю день, я захожу в дом, играю на дудочке, чтобы помнить, кем я был. Я помнил, чтобы я был пастухом, и чтобы без милости царя я был бы никем. Вот это правильный подход, вот это подход, то, что надо. Есть и другое. В своей книге Кесершантов, великий Балшентов, сказал, что все опасаются чрезмерной гордости. Но я боюсь, говорит он, чрезмерного унижения. Из-за того, что человек иногда забывает о своих великих силах, которые дает ему Господь, и о том, что в своей молитве он может перевернуть мир, что своей просьбой он может изменить все. И вот теперь, когда мы соизмеряем вот это истинное смирение, или наоборот, самооценку, надо помнить то доверие, которое оказал Всевышний Чеку, приведя его в этот мир. И он просит нас, чтобы мы использовали свои силы ради того, чтобы улучшать этот мир. А мы что делаем? А мы должны подготовить его к исправлению, и оно придет в наши дни, только если мы сделаем. И последнее, что надо помнить, самый большой дар, который Всевышний нам дал, это сама жизнь. Сама жизнь. Человек, который может дышать, собственными силами ходить, своими ногами, глазами смотреть, это я миллионер. Поэтому, почему нас тогда всякая сложность может лишить спокойствия, радости и спортное настроение? Только потому, что мы не умеем ценить дар Творца, саму жизнь в этом мире. Брахава от слаха всего самого лучшего.